Опять 25. Российские волейболистки сегодня ночью закончили свое выступление на Олимпиаде. Встреча против сверхмощной команды Сербии закончилась для нас фиаско. Провалом, трагедией. В общем, сами выбирайте формулировку. Сухой итог матча 3-0 не в нашу пользу при откровенно грустной игре. Болельщики в эту ночь не спали, надеялись на чудо. В этом году две предыдущих игры против сербок мы проиграли с одинаковым счетом. 2-3. Но чудо не произошло и в четвертьфинале Олимпиады. Первый счет, первый сет в этой встрече закончился неприлично крупно для нас. 9-25. Так не заканчивают даже аутсайдеры против чемпионов. В оставшихся партиях борьба была, но сербки методично завершили свою экзекуцию. После матча лидер команды России Татьяна Кошелева не скрывала слез, но нашла в себе силы обратиться к болельщикам. У меня нет объяснения произошедшему. Хотелось бы попросить извинения у болельщиков. На этом о четвертьфинальном матче, пожалуй, все. После того поражения кто-то наверняка захочет забыть о женском волейболе минимум на 4 года до следующей Олимпиады. Но сейчас предлагаю все же вспомнить, как выступала наша сборная на предыдущих играх. Последний раз наши волейболистки становились сильнейшими на Олимпиаде в Сеуле в далеком 88-м. Большинство девушек из нынешнего состава сборной тогда еще и на свете-то не было. Советская команда смогла выровнять игру с перуанками, уступая по ходу встречи по сетам 0-2. В решающей пятой партии наши спортсменки вырвали золото у южноамериканок. 17-15. Это была последняя великая победа нашего женского волейбола. С тех пор как отрезало. И страна уже поменялась. И вроде как каждую Олимпиаду нас причисляют к фаворитам турнира. Побед все нет. В разные годы по разным причинам. До сих пор наивысшим достижением является серебро. На играх в Сиднее в 2000-м, а затем через 4 года в Афинах. С тех пор нас нет даже на пьедестале почета. Три Олимпиады подряд мы лишь пятые. Что-то нужно менять в нашем волейболе. Причем срочно.